Ставь лайки, последняя цифра твоего лайка, туда ты и пробил. Делись в комментариях, насколько успешный твой удар. Асприя, друзья, с вами Влад Капуста, аккаунт без доната, мы сегодня будем прокачивать. Итак, получить награду. Забираем набор, режим атаки, мастер. Ой-ой-ой-ой-ой, 50 тысяч монет и дофига усилений. Сыграем один матч в режиме атаки, мой соперник с рейтингом 91 и у нас рейтинг с 93. У него, кстати, тоже в нападении находится Леонель Месси, мне нужно добыть победу. Для того, чтобы я перешел в новый дивизион. Ой, ребята, жду не дождусь, когда уже перейду и получу самое главное. Самая главная награда для меня это самоцветы. Ой-ой-ой, что ты сделал? Что ты мне такие грустные смайлики шлешь, я не понял. Леонель Мессио? Ничего себе, он первый гол уже забил. Даже второй, да нифига себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Пока что мне этот соперник не нравится. Второй гол мы забиваем ему. 2-2. Леонель Мессио в Атокио. И третий гол, 3-3. Гард Белл. На Месси. Месси, думаю, что сумеет забить. Да, есть. А если мы так сделаем и, думаю, пробьем. Не, не получилось. Так, как так? Мальком. Что, давненько, походу, я не играл. А если мы так сделаем? 5-5. Отличный момент. Люблю такие моменты, когда пенальти дается. Практически всегда забиваю. А у вас получается забить почти всегда в пенальти? Что-то мы... Мой урок в офсайде был. Леонель Мессио в Атаке. Месси, 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 Месси. Седьмой гол забили. Гард Белл. На Мальков. Снова офсайд. Ненавижу эти офсайды. Итак. 8-8. Ничего себе соперник огрызается нам. Давненько не было такого, чтобы именно так сильно соперник меня огрызался. Вообще офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Девятый гол мы забили. 9-8. Мы переходим в следующий дивизион. Набор режима Атаки. Если я не ошибаюсь, я еще ни разу не проиграл в режиме Атаки. Золотой набор получаем. Да офигенно. Легендарное усиление. Эпическое усиление. 700 самоцветов. Получаем награду. Получаем. Офигенно. Фух. Бесплатно. Награды будем получать. Начинаем. Вот такие вот награды у меня. Первого героя мы получили. Опа. 100 самоцветов мы получим. Офигенно. Круто. 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 Ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Просмотр квеста. Сейчас скоро мы перейдем. Посмотрим, что там нужно будет сделать. Я очень хотел бы получить еще элитного игрока сегодня в выпуске. Это было бы очень здорово. Получаем. Трипье. Эрика Баи получим. И Пикфорда после этого. Эрик Баи. Пикфорд. Идеально. Идеально. Четыре героя сразу мы получили. В скором времени я сумею получить Ариана Робана, Диего Коста и Марка Ройса. Кстати, Марка Ройс, если вы его взяли, ставьте его на позицию нападающего. Очень уж круто он играет. Да и вообще с помощью его карточки можно порти все испытания, которые у вас есть. Например, Компании. Без проблем. Все реально сделают. Так что не переживайте. И пробуйте карточку Марка Ройса. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне интересно, вы сумели получить карточку Кевина Дебрюна? Я думаю, что некоторые из вас уже получили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая у вас самая любимая карточка из героев. Какой карточкой из героев вам понравилось больше всего играть? Дортмунд. Эмблема. Завершили, завершили. 6500 самоцветов у меня есть. Итак, мы получим элитного игрока. Мне интересно. Ой-ой-ой-ой, Вокер. Нихрена себе. Еще и самоцветы получили. Офигенно. Сейчас еще сыграем матч в режиме атаки. Еще тут самоцветы получаем. Офигеть, сколько же много. 6780 самоцветов. И в режиме атаки постараюсь позадротить и получить уже самые главные награды. Вот реально очень хотелось бы. А теперь у меня самое главное решение, которое я сегодня задумался. Что же сделать? Противостояние Ла Лига, либо Лига Чемпионов. И выбрал Лигу Чемпионов. Я не знаю, зря, не зря я это сделал. Но я очень хотел бы пройти матч, во-первых, который тут есть. Например, матч Эмью. Здесь есть возможность получить карточку Поля Пугба, Румелу Лукаку, Хуан Мата, Линдалев. Это было бы вообще сногсшибательно. Ну и тут самое главное, Раке. Ладно, давайте мы получим. Посмотрим, что будет дальше. Но я очень хотел бы, чтобы мне фортануло. Вот реально хотел бы, чтобы сегодня удача была на моей стороне. Потому что мне все парни с беседой говорят, ладно, не тратить ты это на наборы матча. Четвертого, потому что вряд ли тем Месси выпадет. Да, знаю то, что вряд ли выпадет. Но, блин, так хочется попробовать. А прикиньте, фортанет. Но все же меня убедили. Сыграем нам в матче Лиги Чемпионов. Ладно, тратим 2500 самоцветов. Надеюсь, что как можно больше жетончиков мне выпадет. Сейчас в паке, пожалуйста, прошу вас. 60. Ну так мало, блин. Милич. Мэрот, так капец. Так мало выпало. Это очень мало, ребята, очень. Блин, надеюсь, мне повезет. Я очень надеюсь на то, что мне повезет. 2500 самоцветов снова я трачу. Реально, потому что мог открыть противостояние Лиги. Четвертый матч. Там могли Нальмесси и Лука Модрич выпасть. Пожалуйста, пожалуйста. 70. Да ну нафиг. Рами. Блин, тут огромный плюс в том, что выпадает именно элитный игрок. Но мало, так мало жетончиков. Я думал, будет там 100+. Да, кстати, в равную игру начал играть. Надо позадротить тут немного для того, чтобы себя комфортно чувствовать. А вот теперь самый главный вопрос. Что мне сделать? Переходим к событиям. 263 жетончиков. А надо получить, чтобы у меня было 300. Блин, давайте сыграем матч. Была, не была, пофил. Надеюсь, то, что я сумею хотя бы выиграть в этом матче. Это самое первое, то, что самое главное. Нужно победить в этом матче. Если я не сумею победить, это будет обидка года. Ну, в следующий раз я уже открою на наборы за жетончиками. Хотя, конечно, думал о том, что я сумею сразу открыть из-за жетончиков и так далее. Но нет. Видимо, так не получится у меня сделать, как я надумал себя. Каутиньо. Гард Белл. Люк шел. Не сумел помешать нам. Люк шел. Глендулов. Виктор не помешал. И я думаю, то, что я не сумею забить, да нихрена себе! Ой-ой-ой-ой-ой. Как Леонель Месси забивает красиво. Нету цены этой карточки. Это невозможный игрок. Вот честное слово. Смотрю на его игру. Вау. Хо-хоу. Как же все ярко, блин. Ни хрена себе. На этот повтор можно смотреть и смотреть. Вот честно. Если еще Поль Пухба мне выпадет, то будет кайф. Даня на Месси. Оп. И Месси сумеет забить? Да. 2-0. Пока что мы побеждаем Манчестер и Рюнайтед. Хоть радует то, что я сумел забить 2 гола. И я получу уже 100% какую-то там карточку топовую. Надеюсь, что эта карточка будет достойная. Ведь не просто кеш. Это все дело. Кстати, как у вас продвигается состав без доната? Что у вас вообще получается? Что не получается? Кого игрока вы хотели бы взять? И, возможно, вы уже подошли именно к Арвахарю. Либо к Ивану Рахитичу. Гаррет Белл. На ударной позиции. И забивают. Да. Да. 3-0. Мне нравится лично карточка именно Гаррета Белла. Леонеля Месси. Мальком вообще идеально играет. Я не знаю. Многие на него жалуются. Говорят, что, типа, такая себе не особо хорошая карточка. Но, как по мне, очень достойная. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Валенсио. А, да. Блин. Хотел показать какой-то такой мастер-свот от его карточки. Но не получилось. Блин. Если еще и гол привезет мне. Это будет обидно. Да. 1-3. Играем. Ха-ха. Столько матчев сыграл, чтобы это. Взять сейчас за портач. Но это будет обидно. Если так. Леонель Месси на Каутюньо. Каутюньо. Ну, ну, ну. Каутюньо. Боремся, боремся. Думаю, забьем. Да. 1-4. Вот так вот надо. Вот так надо. Нечего нам забивать. Нечего. Немного, кстати, расстроился именно от матча Арсенала Мью. Как-то, ну. Я возлагал надежду, на самом деле, на команду Манчестер Юнайтед. Потому что, ну, показывает довольно-таки неплохой футбол в последнее время. Хотя, может быть, просто-напросто устали игроки. И по этой причине хуже сыграли, нежели чем сюда. Ну, все может быть. Не знаю, честно. Интересно, как они в Лиге Чемпионов себя будут показывать. Карат Белл. Обошел Люкашоу. И... Не получилось. Месси. Ху-ху. Блин, ну, как красиво Месси забивает свои голы. Я просто не могу вам передать словами это все. Да, да, красавчик Месси. Я больше не знаю, что сказать. Смотрите, как все ярко, круто сделано было. Блин, невозможно просто. И рок-бомба. Город Белл. Давай, 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 давай. Вот так уйдем, Белл. Блин, ну, не получилось. Мне интересно, какой игрок мне выпадет. Пожалуйста, надеюсь на то, что будет топовый игрок. Очень надеюсь. Это аккаунт без зоната. Все лишь был фарм монет. Но фарм монет, я думаю, то, что вы сами можете сделать. Любой человек может сделать фарм монет. Я вам показал способ. Смотрите мой ролик. Это и вправду. Ну, легче просто. Что вы зашли на ставки, поделали ставки и все. Главное, смотрите заранее, чтобы игроки были топовые. Не покупайте там бичей какие-то. Нормальных игроков закупайте сразу, для того, чтобы вы в плюс сходили. Если вы покупаете бичей, то вряд ли, конечно, у вас будет навар на этих бичах. Сейчас 100% угловый удар залетит. Не, не залетел. Кутиню. А если так я сделаю? И вот так вот забью. 75-я минута. Пока что разрываем полностью. Как только можно. Мью. Давай, 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 давай. Кутиню. Обошел. Ой-ой-ой-ой. Как Кутиню все красиво обошел. Но лег, шел, помешал ему в том моменте. У нас могло бы быть уже 7-1. Где-то так. Мы сыграли со счетом 1-6. Будем получать награду. Хуан Мата. 87 рейтинг. Жалко, конечно, то, что не Ромео Лукако и не Поль Погба. Мне интересно, сколько стоит карточка Хуана Мата. Блин, и этого игрока за 150 жетончиков, я думаю, то, что вряд ли сумею получить так быстро. Потому что, ну, во-первых, самоцветов не хватает на данный момент. Мне придется задродить в режиме атаки. Плюс, что еще будет? Плюс, мне надо еще различные события проходить для того, чтобы получать топовые награды. Блин, это жалко, конечно. Хотел бы очень сильно получить карточку Кришчану Роналду. Было бы, ну, очень круто. Но нет. Ну и тут у меня будет шанс получить одного из этих топов. Но, зная свою удачу, в последнее время мне такое выпадает не особо приятное и хорошее. Но ладно, что мы сделаем? А ну-ка, давайте посмотрим, сколько стоит карточка Хуана Мата. 87 рейтинг. 87. Мата. 700 тысяч монет. Ну, достойно таким. Вот такие вот у меня дела, ребята. Надеюсь, что вам этот ролик понравится. Вы не забудьте поставить здесь кучу лайков. Написать какие-то приятные комментарии, чтобы мне было приятно. Да и вам было приятно, за то, что вы посмотрели мой ролик. Кстати, кто еще не подписался на мою страничку на сараме, подписывайтесь, пожалуйста. И ставьте здесь огромные лайки. Всем вам до скорых встреч. И всем вам пока-пока-пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.